С 15 на 16 января Иран атаковал баллистическими ракетами и дронами цели в пакистанской провинции Белуджистан. В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили о незаконности действий Тегерана и о гибели вследствие удара двоих детей. В свою очередь, Исламабад отозвал своего посла из Ирана и заявил, что сохраняет за собой право ответить. Уже 18 января Пакистан нанес ракетные удары по районам Ирана, где по утверждению Исламабада укрывались террористы. В Белом доме осудили атаки и призвали стороны к снижению эскалации. Это две хорошо вооруженные страны, и мы не хотим, чтобы произошла эскалация. Соединенные Штаты следят за ситуацией очень внимательно и находятся в контакте с официальными лицами Пакистана. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, в комментарии CNN. Вашингтон ищет способы предотвратить начало полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявили в Госдепартаменте США. На обмен ударами между Ираном и Пакистаном также отреагировал и ряд азиатских стран. Индия заявила, что не потерпит терроризма, однако назвала ракетные удары личным делом Тегерана и Исламабада. При этом Китай, поддерживающий партнерские отношения и с Ираном, и с Пакистаном, призвал обе стороны избегать дальнейшей эскалации. Иран и Пакистан – близкие соседи и страны, которые имеют влияние и поддерживают дружеские отношения с Китаем. Китай искренне надеется, что обе стороны будут сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать эскалации. Обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном происходит на фоне общей повышенной напряженности на Ближнем Востоке. В частности, Израиль продолжает военную операцию против Хамас в секторе Газа и отражает удары на своих северных границах со стороны ливанской группировки Хизбалла. Тем временем, вооруженные проиранские группировки в Ираке и Сирии атакуют американские войска, дислоцированные в этих странах. А США и Великобритания наносят удары по йеменским хуситам, которые при поддержке Ирана парализовали международные торговые пути в Красном море. Более крупный конфликт, который поглощает Ближний Восток, напрямую связан с войной в Газе и с тем, как Иран мобилизовал свои группировки по всему региону, чтобы попытаться продемонстрировать, что он может продолжать оказывать влияние, не принимая непосредственного участия в насилии. Мы видели, как хуситы, в частности в Йемене, препятствовали морским перевозкам через Красное море. И это привело к тому, что Соединенные Штаты напрямую вступили в военные действия в регионе. Поэтому, я считаю, мы будем продолжать наблюдать нестабильность на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, последствия действий Пакистана в отношении Ирана могут привести как к общей большей эскалации по всему региону, так и заставить Тегеран сбавить обороты в его агрессивных действиях в отношении соседей. Ислам Абаду представился хороший повод попытаться сдержать ситуацию в условиях, когда Иран наступает по всему региону, нанося прямые удары и используя своих агентов влияния. Если бы Пакистан не ответил, он столкнулся бы с риском новых атак. Майкл Кугельман, глава отдела Южной Азии Центра Вильсона, в комментарии BBC. 18 января Иран начал масштабные военные учения по противовоздушной обороне. Они проходят на юго-востоке страны, вблизи границы с Пакистаном и Ираком. Общая территория учений будет охватывать около 400 километров. В то же время вооруженные силы Пакистана переведены в состояние чрезвычайной боевой готовности.